И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал призывать людей, то есть те, кто вошел в ислам в то время, это был Ясир и его жена Сумайя, и их сын Аммар. Также из бедных людей или из рабов, кто принял ислам, это Бхаббаб ибн Арад, Беляль, Сухаев, Ар-Руми, Амир ибн Фухайра и Абдуллах ибн Мас'уд. Как мы сказали, некоторые люди из этих были рабами, а некоторые были бедными. Они были вольными, некоторые были люди, однако они, во-первых, были бедными, во-вторых, у них не было почета в ихней кауме или в ихней племени. После этого даават продолжался, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал делать даават, те, кто приняли ислам, тоже начали делать даават. Абубакр, ради Аллаха, один раз решил выйти и сделать общий даават, то есть не секретно, всем курашитам сделать даават. И Абубакр, ради Аллаха, однажды вышел в Каабе и встал около Каабы и начал громко читать те аяты из Курана, которые были спущены пророку, саллаллаху алейхи вассалям, до того времени. Когда курашиты это услышали, подбежали к Абубакру и сказали ему, замолчи, однако Абубакр продолжал и начали его бить. Несмотря на то, что Абубакр, ради Аллаха, был одним из почитаемых людей среди курашитов, однако это не остановило курашитов и они начали его сильно избивать, что это дошло до такой степени, что Абубакр, ради Аллаха, до того ему разбили голову, что до того у него лицо закрылось кровью, что даже как приходит еще в одном револяте, что нельзя было отличить его затылок от его лица, то есть до того было много крови. И в этом нам есть урок, то есть смотрите, сахабы действительно любовь их к исламу. В наше время человек, какие-то простые приказы, например, человеку Аллаху с пан Аталией в Куророк писать не может это делать. Смотрите, как жертвовали собой сахабы, как делали даават, не говорили, что если я буду говорить, меня будут бить, меня это... В наше время мусульману говоришь, не стесняйся, брат, делай даават. Не стесняйся, будь это богатый, будь это бедный, будь это твой начальник, будь твой подчленный, надо даават всем делать, это нам приказывает Всевышний Аллах. Однако мы видим в наше время очень многие мусульмане, уже не говоря те, кто не знает, те, кто знает, как делать даават, молчат боясь. Однако и в этом нам урок, то есть урок нам пророки салаллаху алейхула салям и его сахабах, как Абубакр, ради Аллаха, смотрите, какое у него желание было делать даават. Не побоялся, вышел кагни и начал читать аяты из Кур'ана, которые были испоснаны пророку салаллаху алейхула салям, даже несмотря на то, чему он поверься, то есть такому сильному избиению. Кур'ашиты, видя, что распространяется даават, уже не могли терпеть, и один прекрасный день собрались к главарику Кур'ашитов и отправились к дяде пророку Абуталеву. И сказали ему, Абуталев, твой племянник, во-первых, ругает нас, ругает наших отцов, говорит, что наши отцы в заблуждении, ругает наших богов, говорит, что это камни, идолы и так далее. Заткни своего племянника, и либо ты его заткнешь, либо мы его сами заткнем. Абуталев сказал, что это сын моего брата, что хочет, пусть кто-то делает, и вышел к нему неприкасанность. Кур'ашиты развернулись и ушли. Затем пророк, салаллаху алейху ассалим, продолжал делать больше даават, больше людей начали входить в ислам. Пророк, салаллаху ассалим, конечно, делая свой даават, и только делали, ругали этих идолов, которым поклоняются Кур'ашиты. Кур'ашиты уже не могли терпеть, и пошли второй раз к Абуталеву. И сказали Абуталеву, чтобы он еще раз перепудили Абуталеву, либо он заткнет своего сына, своего племянника, либо мы его сами заткнем. После этого Абуталев собрал все свое племя, то есть имя Абуталеву, и позвал пророка, салаллаху алейху ассалим, и начал говорить, что все Кур'ашиты тобой недовольны, и уже сильно может большая начаться, что-то нам надо делать. Либо ты замолчишь, либо что-то будем делать. Пророк, салаллаху алейху ассалим, отказался, сказал, что он не оставит этот даават. Тогда Абуталев, видя то, что пророк, салаллаху алейху ассалим, настаивает на этом, сказал, делай, что хочешь, говори, что хочешь, я буду тебя защищать. Племя Абуталеву, когда увидели, что Абуталев так сказал, сказал, что хочешь, говори, даже если ты не на нашей риге, даже если наших богов будешь ругать, мы все равно тебя будем защищать. То есть у арабов был такой племенной дух, как бы, как в наше время называют национализм, такой племенной дух. То есть, несмотря даже на то, что пророк, салаллаху алейху ассалим, ругал даже тех богов и тех идолов, которым поклонялись ему клемя Абуталеву, только от того, что пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалим, из ихнего племени, они готовы бы стоять за него горой. И это была причина, что Абуталев сделал это причиной того, что пророк Салаллаху алейху ассалим, была у него сила, которая стояла за ним, это его племя Абуталеву. То есть, это не обозначает то, что национализм это хорошая вещь. Кто-то может сказать, что такое, например, как в наше время распространено, мы видим какая-то определенная нация, например. Кто-то из этой нации, например, совершил какую-то явную ошибку, например, обиду другого человека с другой нации. И когда ты приходишь, чтобы брать хак, чтобы он, например, извинился, или то, что забавно, мы видим, что братья мусульмане с этой нации поддерживают этого несправедливого человека. Говорят, даже если он несправедлив, достаточно того, что он с нашей нацией. Нет, это большой вред. И это даже в исламе считается ширком, если ты ставишь, например, законы или порядки своей нации, они если противоречат законам Аллаха, если ты ставишь выше законов Аллаха и выше ислама. Однако из этого хадиса мы берем одну позу, которую сказал пророк Аллаху, алейхи вассалям, поистине всенышний Аллах дает победу этой умни даже кафирам, человекам, неверным или фасикам, погадным человекам. То есть то, что мы видим в наше время. Самым простым примером в наше последнее время можно привести то, что собрались группа мусташников, востоковедов. Мы знаем, что вся задача востоковедов в наше время это испортить ислам. То есть показать лицо ислама не таким, как им он есть, чтобы люди отвернулись от ислама. В последние годы, во второй половине 20 века, есть некоторые мусташики, группа мусташиков для востоковедов собрались и написали, может, как бы словарь по хадисам. То есть они собрали все кутубы, ситца, шесть книг по хадисам, известных самых книг, и создали ее в алфавитном порядке. То есть, например, буква А, Алиф. И все хадисы, которые на Алиф составлены, например, все выписали в эту книгу и написали, например, начало этого хадиса, и в какой-то книге находится. Зачем они это сделали? Они это сделали для того, чтобы облегчить себе работу, чтобы искать хадисы, чтобы потом портить эти хадисы или показывать их смысл не такой, как он есть. Субханаллах! Мухадисы, ученые по хадисам восхвалили Аллах, и сказали, Субханаллах, для чего они облегчили нам работу? То есть в наше время, кто знает, например, есть такая вещь называется тахриджу на хадис. То есть есть некоторые люди, пишут книги. Пишут книги, говорят, сказал Аллах, сказал пророк. После этого приходят ученые и делают тахриджу на хадис. То есть тахридж выводит эти хадисы, они в строчках или внизу пишут, что этот хадис такой, в такой книге, и так далее. То есть облегчают, чтобы, если, например, хочешь убедиться в хадис настаёмное лет, ты возвращаешься в эту книгу и сможешь, например, в этот хадис настаёмное лет. То есть Аллах, спа, Наталья, сделайте кафиром причиной в том, чтобы от чего они облегчили работу для мухаддиса. Субханаллах, это действительно подтверждением словам пророка Салулаху, что поистине Аллах, спа, Наталья, дает победу этой ремидии кафирам, и человеком неправедным, то есть может так сделать. Дальше пророк Салаллаху, Алейху, Ассалям, продолжал свой дават, урочитый решение в последний раз, пойти к Абуталеву, и пришли к ним со странным очень предложением. И сказали, Абуталеву, давай мы тебе предложим одно предложение, сделай как бы их замену. Мы тебе приведём человека, одного из знатных парней, курочиток, богатых, во-первых, он богатый, во-вторых, у него знатный род. Этого человека звали Амара Ибн Уалид, а ты нам, ты его заберёшь, и так возьмёшь его своим сыном. Это сильный парень, здоровый, умный и так далее, то есть все качества в нём. Ты отдашь нам Мухаммада. Ну Абуталев сказал, Субхан Аллах, говорит, как вы до этого додумались? Вы мне дадите, говорит, своего сына, чтобы я его воспитывал, кормил, поил, выращивал, а я вам отдам своего сына, не своего, того, кого я воспитываю, чтобы вы его убили. Вы, говорит, больше ни до чего не додумались? Курочиты расстроились, развернулись, мы шли. После этого Курочиты уже видели, что к Абуталеву идти в бестолку. Решили сами поговорить с пророком Мухаммадом, саллаллаху, ам. и ва салям, и отправляют к нему человека, который звали Амарид Ибн Мудиран, и садиться с ним, говорит, о Мухаммад, то есть он сидя как лакавы, я хочу с тобой поговорить. Пророк Саласиамского, пожалуйста, садись, говори. После этого Амарид ему говорит, о Мухаммад, ты вот надоел уже со своим Талатру, честно, как сказать, многоемно со Саласием Далатру. Ты не разделяешь, и жену от мужа открываешь, то есть сына от семьи открываешь, какие проблемы делаешь. Если, говорит, в тебя джин нашел, ва Аллахе, мы соберем тебе сколько надо денег, говорит, приведем тебе самых лучших врачей, которые, например, мы знаем, я, которые слышал, что он тебя вылечил от джина. Если ты, говорит, тем, что ты говоришь, желаешь этим денег, ва Аллахе, мы тебе соберем сколько можно денег из них, будешь самым богатым Курошитом, среди всех Курошитов. Если, говорит, ты хочешь быть царем, ва Аллахе, мы тебя сделаем царем над нами. Только замолчи. Если ты хочешь, тебе какую-то женщину хочешь, ва Аллахе, ты себе выберем, и тебе, говорит, эту женщину с женой отдадим. Только замолчи. Пророк, Салаллаху, Алейхи, и ва садим послушал ее, когда уалит не закончил. Пророк, Салас, сказал, не закончил. То есть Пророк, Салас, самого не прерывал. В этом, что садабы, хи ванкам, говорится правило поведения при разговоре. Когда говорит человеку, о коме ты развиваешься, не надо ее перебегать, пусть скажет, все скажет, потом говорит. И пророк, салаллаху, алейху ассалям, после того, как послушал валида, сказал, теперь ты меня послушай. И пророк, салаллаху, алейху ассалям, ничего от себя не говорил, кроме того, как он прочитал аяты из суры фус-шулят. Я, иншаллаху, прочитаю мирный перевод этих аятов. То есть Аллах, салаллах, в Куране, говорит примерно такой смысл. Хамим, из послания милостного, милосердного, книга, аяты, которые разъяснены в виде арабского Курана для людей, которые знают, вестникам и увещевателям. Но большинство их отвернулись, и они не слышат. И они говорят, сердца наши закрыты от того, к чему ты призываешь, и в ушах наша глухота, и между нами и тобой завеса. Делай же мы и свое, и мы будем делать свое. Скажи, ведь я человек такой же, как и вы, однако было мне возвещено, что ваш Бог единый. Устремляйтесь же к нему, прямо и просите у него прощения и горе многобожникам, которые не дают очистительной подати и не веруют в будущую жизнь. Поистине те, которые уверовали и творили благое, им награда неистощимая. Скажи, разве вы не веруете в того, кто сотворил землю два дня и делаете ему равных? Это Господь миров. И Он устроил на ней ее пропитание в четыре дня, то есть на земле, ровно для всех просящих. Потом Он утвердился над небесами, и они были дымом. И сказал Он, то есть Всевышний Аллах, им, небесам, земле, приходите добровольно или невольно. Они сказали, мы придем добровольно. И установил Он на них семь небес в два дня, и внушил Он каждому небу его дело, и разукрасили ему ближайшее небо светилами для охраны. Таково установление великого мудрого. А если они отвратятся, то скажи, я предупреждаю вас о том наказании, подобное наказание, которое постигло ада и самуда. Когда пророк, салаллаху, алейхи, ва салям, сказал этот последний айш, что я предупреждаю вас о том наказании, подобное наказанию, которое постигло ада и самут. Уалий соскочил, закрыл пророк, салаллаху, алейхи, ва салям, рот и сказал, замолчи, прошу тебя ради Аллаха, прошу тебя ради наших родственных отношений. Замолчи, замолчи, замолчи. То есть так испугался, когда пророк, салаллаху, алейхи вассалям, начал ему угрожать тем наказанием, которое постигло ад и самуд. Курайшиты знают, потому что ад и самуд это были арабы, и слышали, то есть историки, и то, что придавали их непредки, то наказание, которое постигло ад и самуд. После этого пророк, салаллаху, алейхи вассалям, продолжил читать аяты, пока дошел до того места, где надо делать сажда. Сажда, сделал сажда, после этого встал и сказал, это все, что у меня. Валид ибнам Мухира развернулся, ушел, пришел с дару на два, и Курайшиты, когда увидели его, изумели, сказали, что у него что-то с лицом, то есть поменялся его цвет лица, задумался о чем-то, пришел и сел. И Курайшиты спросили, ну что-то, на чем ты остановился, что случилось, что сказал тебе Мухаммад, что ты ему сказал. И Валид ибнам Мухира сказал свои известные слова, о том, что те слова, которые я слышал от Мухаммада, поистине в этих словах есть сладость. И они читаются очень красиво. И эти слова возвышаются над всем, и ничто не возвышается над этими словами. То есть мы видим в этом случае о том, что Аллах с чем, смотрите, с чем послал пророка Мухаммада, с красивым арабским языком, то есть Курам был неспостан на арабском языке. И как мы знаем, что Аллах с фанаталия, например, послал Мусу в то время, когда калму Мусы, или народ Мусы, очень было среди них развито колдовство, потому что люди колдовали. И Аллах с фанаталия посылает Мусу с такими чудесами, которые возвышают все то колдовство, которое делали те колдуны. И мы знаем, что Аллах с фанаталия посылает Мусу с посохом, который превращался в змею. Что Мусы, алейсалям, был темным человеком, однако, когда он засовывал, например, свою руку в тарманы, в запазы кусок, его рука как бы светилась белой. То есть подобные вещи, которые никакой колдун не мог сделать. Или пример Иса, алейсалям. То, что Аллах с фанаталия, когда посылает Ису, алейсалям, в его народ, в то время народ Иса, алейсалям, был известен очень медициной. То есть народ очень сильно занимался медициной. А Иса, алейсалям, совершал такие вещи, которые не могла делать медицина. То есть лучил людей от проказа, от таких неизлечивых болезней, вплоть до того, что Иса, алейсалям, поднимал мертвых людей. И таким же образом наш пророк Мухаммад с фанаталия посылает ему с таким чудом, чудом арабского языка. То есть пророк, с фанаталия, говорил Куран таким языком, что никто из арабов, какие бы лучшие поэты ни собирались, не могли ничего говорить подобного. После того, как Валид Ибн Мухира сказал им это, Кураши сказали, ты что, ислам что ли? Ты что, его религию принял? Отказался от своей религии? Валид Ибн Мухира сказал, нет, не принял. Когда они говорят, есть и не принял. Что это, говорит, поэзия что ли? Нет, говорит, в Аллахе, говорит, нет никого среди вас, кто знает поэзию, шеарь так, как это я знаю. В Аллахе, говорит, не поэзия. Тогда они спросили, у предсказательства что ли тахradas? У Аллах, говорит, я в кахан, ну он говорит, он вообще хорошо знает это, вообще близко к кахане, или близко к этому предсказательству не подходит. Когда они спросили, может он ненормальный? Бажниц Não, Аллах говорит, у Аллах он столько ненормальных в своей жизни видел, может gesу он колдун? Аллах говорит, у Аллах给我 столько колдунов видел ты вообще не колдун? Субханаллах. Тогда они говорят, а что это тогда? Тогда on Алимбiłót говорит, я вам предложу два предложения. должны мне ответить. Вот, ну скажи, что тебе? Он сказал, первый говорит, следуйте ему. Следуйте тому, что он говорит. Курайши, ты встали? Ты что, с ума сошел, что ли? Мы, говорит, тут только и хотим, чтобы против него воевать, и ты нам предлагаешь за ним следовать? Тогда, говорит, другое мое предложение, оставьте его. То есть, пускай он делает дават, как хочет. Если, говорит, люди последуют за ним, то это почет же вам будет, он же Курайши. То есть, если люди за ним последуют, его как возвеличат, вам же почет будет. А если, говорит, его убьют, то это то, что вы хотите, короче. Смотрите, мудрый какой. Тогда Курайши, ты не согласились ни на первое предложение, ни на второе. Тогда сказал водительному лиру, ну тогда скажите, что это Сахи, колдовый. Почему? Потому что его слова, как бы, околдовывают людей. То есть, действительно, те, кто принимает и слава, как бы муж с женой расставался, сын из семьи выходил, и так далее, проблемы. Ближе всего, говорит, это похоже на колдовство. Судханал, вот смотрите, водительный мудрый, почти что истинный. То есть, он понял, что это истинно. Даже, чутный, далатный дел, призывал Курайши-то вследовать пророку, слава Аллаху, алейхи вассалям. Однако, после этого отвернулся, и Всевышний Аллах, спустил аяты. После этого случая, они касаются, относятся к Валиду, и в Ибнуму Мухире, в Суре, и в Суре, и в Удахсе, и Всевышний Аллах, и в Ибнуму Мухире говорит, «Оставь меня и того, кого создал я единым, и кому сделал богатство широкое и сыновей, и распростер ему гладко. Потом, жадничает он, чтоб я добавил, так нет, он перед нашими знамениями упорит. Я возложу на него подъем, ведь он подумал и рассчитал, кто?» Да будет он погублен, как он рассчитал, потом он посмотрел, потом нахмурился и насупился, потом отвернулся и возвеличился и сказал, не иное это, как колдовство, что передается, не иное это, как речь людская, да будет он сожжен в огню. То есть такое наказание тому, кто видел истину, почти что принял эту истину, понял, что это истина, однако после этого отвернулся. После этого в один из прекрасных дней пророк пришел в Каабу, чтобы делать талафу. И когда пророк начал делать талафу, рассчитывая, так сидели около Каабы, когда пророк доходил до них, начали его ругать, поносить с самыми погаными словами, которые только были известны среди арабов. Пророк, салаллаху алейхи васалям Халим, то есть прощает людей, быстро прощающих, не зниться просто так. Однако он уже не мог терпеть и когда уже подошел один из Каабу, он пойнулся и сказал, я Кураши, Кураши, Шааду Люджю. То есть Шааду Люджю, это в арабском языке, как бы угроза, и сказал, именно Маджи, дикумбиззак, поистине я пришел с вашей смертью. Акураши, когда услышались, расходили, испугались, значит Мургаммад, прости нас, пожалуйста, мы не хотели, то есть испугались те. Пророк Салаваху А. Александр, einfach извиняться, мы больше так не будем и так далее. Пророк Салаваху А. Александр отвернулся и ушел. В тур Кураши посел, один говорит, стал فيanti, это чего ты говоришь? Мы, говорит, ему испугались. Он просто так что-то сказал, мы, говорит, его Instead him просто так что-то скажешь. А мы, говорит, его quit. Давай друг друга ругать туда-сюда завтра, говорит. Опять начнем делать то, что мы делали. На следующий день пророк Салаваху А. Александр пришел, опять делает так. Кураши, ты, подож counter, ты, говорит, угрожаешь нам смерти. Один начал таркать, другой толкать, другой ударил. И напали на него, начал его бить, пинать до такой степени вообще, что Пророк Салам даже упал. Потом его дочка Фатима увидела, это побежала, сообщила об этом Абу-Акру. Абу-Акру прибежал, начал вытаскивать Пророка Салаллаху Алейхи Васалям и сказал, «Акактулю, нараджу, лянь, якуля, робби, Аллах! Вы убиваете человека только за то, что он сказал, мой Господь Аллах!» После этого он забрал Пророка Салаллаху Алейхи Васалям и Кувайшиты. Разошлись. А потом, в один из дней Пророк Салаллаху Алейхи Васалям вкушел делать таваф. И когда он делал таваф, опять курачиты сели и начали опять обзывать, поносить Пророка Салаллаху Алейхи Васалям самыми плохими словами. И одна женщина сидела и видела это. И она не могла уже терпеть и вышла из смехи. В это время Хамзе, дядя Пророка Салаллаху Алейхи Васалям, возвращался с охоты. Рассказывает Хамзе о дяде Пророка Салаллаху Алейхи Васалям, что он очень любил охоту и был до того сильный, что он всегда любил охотиться на львов, на тигров и львов, которые в то время жили на Саудийском полуострове. В это время он возвращался с охоты и эта женщина говорит, ты где на охоте, да, Бла? А знаешь, что сделал, говорит Абу-Джахли? Абу-Джахли так же зовут Абу-Хакам. И так же его зовут Амбу-Бел-Хишам. То есть настоящий военный Амбу-Бел-Хишам, однако его кунья Абу-Хакам и Абу-Джахли. Знаешь, ты что сказал, говорит Абу-Бел-Хишам, говорит, сину твоего брата, чтобы его танку так-так обозвал. Хамза оттого разозлился, говорит, и никто ему не ответил, нет, говорит, Хамза быстро открался в Мекку, поскакал в Мекку, прибежал в Кабу. Слез коня Абу-Джахли со всеми курашитами, ты, говорит, обзываешь сина моего, говорит, брата, а я ведь на его религии, ты что об это не сказал? Ты как дал ему несколько раз по голове, что у него даже рассеклась голова, так сильно его начал бить. Потом тут упал. Хамза встал и сказал, кто давай, кто против меня выйдет, говорит. И Бану-Махзум племя Абу-Джахли встанет, хотел здесь не воевать. Однако Абу-Джахли сказал, сидите, сидите, говорит, поистине, говорит, я сам виноват. Я, говорит, обозвал, говорит, сина его, говорит, брата, поэтому оставьте его, хорошие. Шамхан Аллахом завернулся домой. Он мушник, он был кафират. Как я, говорит, это сказал? Туушан сказал, что ты бьешь, говорит, сина его брата, а я на его религии, говорит, то есть как ты посмел? Что мне, говорит, сделать следователь Тель-Мухаммаду или отказаться от своих слов? Однако у арабов было большим позором отказываться от своих слов. Всю ночь он не мог заснуть, мучился, мучился. Потом он сказал, о Аллах, если то, к чему призывает Мухаммад, истинно, тогда, говорит, укрепи меня на этой истине. Если, говорит, то, к чему призывает Мухаммад, не является истиной, тогда мне помоги найти выход из этого положения. На следующее утро Хамзе проснулся и нашел, что действительно сердце ему как-то спокойно. И он сказал, шахада, ашхаду Аллах, иляхи, иляллах, и ашхаду анна анта Мухаммаду, истинно. Таким образом, Хамзе, раду Аллаху, принимает ислам. Затем хотелось бы рассказать о человеке, первом человеке, который был не из Курашитов, принявшим Ислам. А это был человек, которого звали Абузар Аль-Вафари. Имя Аль-Вафар в то времена было известно как разбойники. Когда караваны шли, они нападали, но они говорили, отдавайте нам свои деньги, либо мы вас убьем, либо вы нам отдадите то, что у вас есть и так далее. Пусть же разбойники, грабежом занимались. Абузар был человеком, который не поклонялся идолам, он всегда хотел истину, и однажды он услышал про Офи Мухаммад и он взял своего брата Унайса и свою мать, они приехали в Мекку, и за границей Мекки, недалеко от Мекки поставили себе палатку и начали там жить. И Абузар отправляется у младшего брата Унайса, иди узнай о Мухаммаде. В то время Курашиты сказали, что кто делает таават, того будем избивать. Не в том, что даже кто делает, кто будет слушать, да ладно, того тоже будем избивать. Унайс пошел, где-то хотел попробовать спросить, ему там побили его, а в Мухаммаде и он убежал в снеге. Сказал, что не знаю, не нашел я Мухаммада и вот так далее. Тогда Абузар разозрелся на него и сказал, я сам пойду. Абузар пришел, спрашивает по Мухаммада Саласара, боится. День прошел, два прошло. Абузара ни денег, ни еды, ничего нет, он пьет воду. Пьет воду и не голодный. И это действительно подтверждение словам пророка Салава Абузарам. Сказал пророк Саласара, что поистине Замзам еда для того, кто как требует пищи и лечения для того, кто как и не ищет лечения. То есть днем действительно еда. То есть человек, который пьет Замзам, он голодным не становится. И прошел день-два. В одном риваяте говорится, что около 30 дней, как прошел. Вдруге говорится 15 дней, 3-5 дней и так далее. То есть количество дней там точно не знает. Но один из прекрасных дней, Абузар рассказывает, от него риваят, что Аллах Салан Аталии не спустил сон на метку, что всегда уплакабы были люди. В этот день ведь ни одного человека нет. Один ягод уплакабы. И здесь пришли, говорит, две рабыни, женщины, и начали поклоняться, говорит, Исаак и Минайли. Эти два идола, о которых мы рассказывали. Это два пребывадея, которые Всевышний Аллах Салан Аталии превратил в камни, потом люди им начали поклоняться. И Абузар сказал, что эти две рабыни, они ничего не могут сделать, но они же меня бить не будут большого спасения. Они в это время поклоняются, довольные Исаак и Минайли. Сказали, вы, говорит, о Мухаммаде, говорит, не слышали? А я той религии, которая призывает Мухаммада. Зачем тебе, говорит, эта религия? У нас, говорит, такие два хороших людей, если Исаак и Минайли, говорит, зачем ты будешь оставлять, говорит, Ибанат, Исаак и Минайли, и какую-то новую религию, говорит? Абузар посмелся, говорит, разве где-то они не были, кроме, как, говорит, два прелюбодея? Эти женщины как давать кричать, паники, наши богов ругают. А, начали кричать, курайшиты, курайшиты, тут один наши богов. Бегут здесь навстречу, идёт Абу-Бахр и Мухаммад, саллаху алейхи и асаллим, они увидели, что эти женщины кричат, подбежали к ним, что случилось? Они говорят, там, один богов ругают, они, где, говорит, ну, этот самый лучший, то, что нам и надо, короче. Они спросили, где, где, он говорит, там, там, и Абу-Бахр, с кворока Мухаммада, саллаху алейхи и асаллим. Быстро прибежали к нему, ты, говорит, кто такой? Я, говорит, Абу-Зар, Рафари, а ты кто такой, пророк саллаху алейхи и асаллим, сказал, что я Мухаммад, он говорит, Субханалла, я тебя ищу. Пророк саллаху алейхи и асаллим, говорит, ты не можешь, в нашем риму сейчас очень тяжело, тот, кто говорит, и тот, кто учится, и за это говорит, избивает, очень сильное наказание подвергает, он начал настаивать, когда пророк саллаху алейхи и асаллим видел, действительно в этом парне правдиво, что он действительно хочет искать и требовать знаний, он сказал, я приду завтра, делать талах, когда ты увидишь, я ухожу, издалека за мной следовало. Я забил дом, даруй аркам, дом, в котором собирались ас-сахабы, то есть ибну абу аркам, человек в его доме собираюсь, чтобы учиться исламу, и говорит, ты за мной следуй, заходи в этот дом. И действительно, так случилось. Пророк саллаху алейхи и асаллим в то время не было известно, правильно, намаз, ураза, то есть молитва, ураза и так далее, то есть мало было, в основном было ахида, то есть про судный день рассказывалось, про охлядное поведение, нравоповедение, то есть это только начало для часа. Мы знаем, что пророк саллаху алейхи 23 года скучались законы ислам, то есть в то время не нуждалось много времени, чтобы сидеть и учиться исламу, как в наше время, чтобы познать весь ислам. И за несколько дней, за 15 дней в одном ряде пришло, абузар, послушав пророк саллаху алейхи и ушел и сказал, я пойду призывать свою каун к исламу. И как рассказывается, что абузар 15 лет в племени гаффар делал гаават, что во второй год хиджра он привел половину племени гаффар, то есть сам абузар пол племени гаффар сделали гаават, они приняли ислам, и пришел пророк саллаху алейхи и ушел в Медину с половиной своего племени, которые в то время уже приняли ислам. После того, как урочиты видели, что пророк все равно продолжает делать гаават, чтобы они не предпринимали, вызвали его и сказали, хорошо Мухаммад, ты вот к чему-то призываешься. Если ты говоришь, что ты пророк, что тебя послал Аллах, тогда мы хотим видеть некоторые чудеса. Они сказали, выведи нам сейчас, говорит, родники, источники воды. У нас вот как раз, говорит, пустыня, воды нету, давай вот нам выведи источники. Если нам сейчас выведи источники воды и земли, мы тебе поверим. Пророк саллаху алейхи и салам, это сказал дело Аллаха. Он, если захочет, сделает. Ладно, говорит, тогда воскреси нам мертвых наших веков. И пускай среди них будет, говорит, кусай Ибн Киля. Если ты говоришь, что ты напрятал Аллаху, он воскрешает, говорит, только Всевышний Аллах. Они скажут, ну должно же быть какое-то подтвержение твоим пророчествам. Ты, говорит, покажи нам тогда ангелов, чтобы мы поверили тебе. Он тоже сказал, что это дело Аллаха. Пускай Аллах, спа наталью, тебе, говорит, сделают богатым, чтобы мы последовали, чтобы ты самый богатый был, чтобы богаче до неба, чтобы действительно было то, за чем следовать. Вот тоже сказал Аллах, если захочет сделать меня богатым. Я сказал, это не в моих руках. Потом они сказали, хорошо, вот ты нам угрожаешь, говорит, что если вы не последуете, то у вас наказание, то на вас на небо упадет. Говорит, давай сделай, чтобы небо кусками на нас сейчас посыпалось. И пророк сказал, это тоже в руках Всевышнего Аллаха. Они сказали, что поистине то, к чему ты призываешь, это говорит один колдун, который живет в Медине, его зовут Рахман. Потому что пророк, когда говорил одно из имен Аллаха Рахман, в то время арабы не знали, что одно из имен Аллаха Рахман. Они думали, что это какой-то человек, колдун, хочет захватить власть и учит пророка и живет в Медине. Если все, что ты говоришь, это тебе учит Рахман, который там живет в Медине. Потом один из мушников, которого звали Абдулла ибну Абима ибну Мухира, сказал, если ты хочешь, чтобы я за тобой последовал, ты, говорит, тогда я хочу, чтобы ты взлетел в небо, долетел до самого неба, принес мне оттуда книгу, говорит, который, ты говоришь, спустил мне ее, чтобы я ее потрогал, полистал, почтал, тогда я за тобой последую. Он сказал, что все это руках Аллаха, я это сделать не могу. И сегодняшний Аллах сказал, вот этот случай описывает в Куране. Однако перед тем, как рассказать об этих аятах, хочется вот задать вопрос, почему пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, не ответил их на то, что они просили? Если бы пророк, саллаллаху, попросил Аллаха, он бы дал же ему это, правильно? Однако почему пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, не ответил на то, к чему они призывали? Потому что пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, знал, что те, кто были посланы, посланники до пророка, саллаллаху, алейхи вассалям, потому что пророк, саллаллаху, знал прекрасно, что те, что они требуют, не для того, чтобы следовать за ним, а только для того, чтобы с ним посидеть, поспорить. И Всевышний Аллах, по-наталии, говорит об этом случае в суре Алисра, то есть примерный перевод тех слов, которые рассказываются об этом. И сказали они, не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника. Или будет у тебя сад с пальмами и виноградом, и ты проведешь между ним и каналом, то есть то, что они просили, чтобы он богат, чтобы у него сады были и так далее. Или спустишь на нас небо, как ты говоришь, кусками, или придешь ты к нам саллахом и ангелами перед нами. Или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимешься на небо, и не уверуем мы тебе и в твое поднятие, пока ты не спустишь на книгу, которую мы прочитаем. То есть даже если ты поднимешься на небо, все равно не поверим, пока ты нам не спустишь на книгу, которую бы мы читали. Скажи, Всевышний Аллах, по-наталии, указывает Мухаммаду, саллаллаху, алейхи салям, хвала Господу моему, разве я только не человек-посланник. После того, как пророк, саллаллаху, алейхи салям, продолжил свой даават, Абу-Чахин сказал, что я не могу этого уже терпеть, и я убью Мухаммада, саллаллаху, алейхи салям. Даже если столбанул Абдуль-Мутталиб, меня убьют, то есть даже если племя Абдуль-Мутталиб меня убьют, все равно я пойду убью Мухаммада, то есть до того он мне уже надоел. Потом, когда пророк, саллаллаху, алейхи салям, приходил читать намаз, он всегда делал сажда и долго-долго насладился в саждах. В это время Абу-Чахин взял огромный камень, подошел, хотел его ударить по голове, когда он шел к Мухаммаду, бросил камень в сторону и начал обратно возвращаться. И курашиты все сидели, он прибежал испуганно, курашиты говорят, что с тобой случилось, ты же Мухаммада хотел бить, вы что, говорит, не видели что ли? Он говорит, что мы видели? Такой, вот, огромный верблюд открыл свою пасть, хотел меня, говорит, укусить, съесть меня хотел. Они говорят, да ты что, с ума сошь, нет, не было никакого верблюда. Он говорит, в Аллахе, не клянусь Аллаху, это был верблюд, куда-сюда. То есть такое чудо, Всевышний Аллаху, а саллаллаху алейхи салям, так спас своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. После того, как урешиты видят, что уже с Мухаммадом, саллаллаху алейхи салям, ничего, никакой пользы нет. То есть как они пробовали останавливать, что только они пробовали делать, они решили мучить тех, кто принимает ислам. И решили, что, например, если раб из какого-то племени или в какой-то семье, например, в каком-то доме раб ислам примет, чтобы его хозяин мучил. А если, например, примет из какого-то племени, чтобы его народ из этого племени мучил. этого человека из тех, кто поддавался самому сильному мучению, это был Беляль Аль-Хабаши. И его мучил его хозяин Умайя Ибнухалев. А мучил его на следующем образом. Умайя Ибнухалев выводил Беляль в страшную жару. Кто был в Саудии, видел до чего там жара. И накалялся очень сильно песок, и он ложил его на этот горячий песок, и огромный булдыжник ему на грудь ложил. И так он, таким мучением на жаре на это и оставался. И Беляль всегда говорил Ахадул Ахад Ахадул Ахад. То есть один, 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 один. Потом спросили у Беляля однажды, почему ты это говорил? Он говорил, что бы я ни говорил, я смотрел, например, следил за Умайя Ибнухалевом и те, кто мучил меня. А когда я говорю Ахадул Ахад, то есть Аллах один, 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 это и до того злило? Мне это до того нравилось, что это злило, даже несмотря на то, что они его так мучили. То есть таким мучением поддавался Беляль Ради Аллаху Ангу. Банумуалли, одно племя, которое звали Банумуалли, мучили свою рабыню. И однажды пришел Ахадул 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 Ахадул. Если хотите, я вот вам табарват, садака, делаю, облегчу вам работу. Сам принес за учение этой рабыни. И он действительно пришел один Ахадул 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 Ахадул. И каждый день начал мучить эту рабыню. К вечеру уже, вечером Ахадул 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 Ахадул. как бы издевать, говорил, ты меня, конечно, извини, говорит, ты меня извини, она говорит, за что извини? Что вот я, говорит, перестал тебя мучить, я просто устал, говорит, завтра приду, тебя дальше буду мучить. То есть до того издевался над этой рабыней. Также из тех, кто поддался мучению, это была семья, их называли Али-Ясер, то есть семья Ясера. А это был Ясер, его жена Сумайя и их сын Амар. Абуджа очень сильно их мучил, так сильно их избивал пил плетями и так далее. Даже один раз пророк, когда проходил, ничего не мог сделать, не мог за них защититься и сказал, «Сабр, я Али-Ясер, фа-иннаму ау-иду куму-джанна», сказал, «Терпите, о семья Ясера, поистине, ваш конец будет в раю». И однажды Сумайя, Абуджа, когда мучил Сумайя, Сумайя начала ругать Абуджа, начала ругать его богов и начала говорить, свидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствуй, что Мухаммад, его посланник, Абуджа не вытерпел и заколол ее копьем. И Сумайя – это был первый шахид в исламе. То есть первый человек, который умер в исламе ради Аллаха, это была жена Ясера, которую звали Сумайя. После этого Абуджа перешел на Ясера, ее мужа, тоже очень сильно мучил, потом он его убил. Потом, в следующие дни Абуджа взял и начал мучить их сына Аммара. Он до того сильно мучил Аммара, что у Аммара уже сил не было. Потом он сказал, что поистине я тебя не оставлю, до тех пор, пока ты не будешь ругать Мухаммада. И до тех пор, пока, и увидел, что ползет навозный жук, не скажет, что вот этот навозный жук твой бог. Аммар уже не мог терпеть и начал ругать Мухаммада и сказал, что да, да, этот жук мой бог. Потом, когда его Абуджа отпустил после этого, Аммар очень сильно расстроился, расплакался и пришел к пророку Салаваку, Алейхи Иосалям, сел и рассказал, что случилось. И сказал, что пророк поистине я тебя пугал и назвал этого жука своим богом. И пророк Салаваку, Алейхи Иосалям, сказал ему, если он еще раз тебя начнет мучить, еще раз так скажи. То есть, по исламу, Всевышний Аллах, спа Анаталья, из своей милости, Аллах Всевышний знает, как Акад Алейхан, знает, что человек слабый создатель. То есть, не может терпеть пытки. Однако, Всевышний Аллах, спа Анаталья, спустил насчет этого аяты, то есть, есть границы. И Всевышний Аллах, спа Анаталья, сказал к суре нахресту, что аяты, примерно перевод такой, кто отказался от Аллаха после своей веры в него, то есть, Всевышнего Аллаха, кроме тех, которые вынуждены о сердце их спокойно верить. То есть, Всевышний Аллах, спа Анаталья, говорит, если кто-то отказывается от Всевышнего Аллаха, это куфр, неверие. Кроме тех, кого вынудили, то есть, заставили, мучили, избивали, однако его сердце спокойно. То есть, он сердце не отказался, он отказался только языком. Однако, Всевышний Аллах, спа Анаталья, после этих аятов, говорит, А тот, кто открыл неверью свою грудь, на них гнев Аллах и им великое наказание. То есть нельзя этим злоупотреблять. То есть человек будет говорить, например, приедет домой, допустим. Мы знаем, что сейчас мусульман во всем мире мучают. Нигде в мире мусульманам покоя не дают. И начнут на них взеваться. Он скажет, да, я кафир, вот пророк такой, Аллах такой. Начнет ругать, чтобы злоупотреблять. Ты скажешь, вот Аллах спустил же, аят не разрешено. Не злоупотреблять этим нельзя. Только когда тебе действительно такое же положение, что тебе можно отказаться от религии, например, языком только. Ну, чтобы твое сердце было спокойно и чтобы ты этим не злоупотреблял. Также Курасшиты мучили одну женщину, которую звали Занира. Они ее бедную до того мучили, что она даже ослепла. Когда она ослепла, Курасшиты распространяли такую вещь, сказали, что поистине ее ослепили Аллах и Узза. То есть мы знали, что это были божества Курасшита за то, что она ругала Аллах и Узза. И Всевышний Аллах спа Анаталия, фаиннагу алякуль, шайм падет. Он над всякой вещью мочен. После того, как Курасшиты сказали эти слова, Всевышний Аллах спа Анаталия вернул ей ее зрение. Также была одна женщина, которую звали Навдия, и у нее была дочь. Их очень сильно мучили Курасшиты. Однажды Абубакр, проходя и видя, как Курасшит их мучает, сказал, давай я у тебя заберу этих рабов. То есть куплю. Потом у Абубакра были рабы, и он поменял их на Навдию и ее дочь. И таким образом, после этого Абубакр, когда увидел, что это хорошая вещь, начал спасать мусульман, то есть рабов, которые приняли славу, которых мучили Курасшиты, и начал их покупать Курасшитов, затем освобождать их ради Аллаха. После этого пришел отец Абубакра, который звали Абу Тухафа, и сказал, ты, говорит, зачем вот этих славых освобождаешь? Ты, говорит, сильно их освобождай, говорит. Почему? Потом, чтобы они тебе делали, помогали тебе. А этих славых от них какая польза, что ты их освобождаешь? Однако Абубакр отказался, нет, сказал, что это дело ради Аллаха. И Всевышний Аллах спустил аяты, касающиеся Абубакра в Суре Аль-Ляйм 17 по 21 аят. Всевышний Аллах спустил Абубакр примерно следующие слова. Удален будет от огня богобоязненный, который приносит свое достояние, то есть свои деньги, чтобы очиститься ради Аллаха. И нет ни за кем у него милости, которая должна быть вознаграждена. То есть он не освобождает для того, чтобы потом кто-то за это ему как одолжение хитма сделал, чтобы его защищал и так далее. Нет, просто ради Аллаха и Всевышний Аллах спустил Абубакр. Он говорит, если не стремление к лику Господа, то есть Иисусу Всевышний Аллах, то есть ради Аллаха Его Всевышнего, и он будет доволен. То есть Абубакр и Абубакр, и все, кто последует к его сунне. Мы знаем, что Куран это не относительно кого-то, что если Всевышний Аллах спускается и спускает Куран относительно какого-то события, мусульмане должны следовать этому событию. Потому что эти события могут быть будущим, с каждым может случиться и так до судного дня. Также из тех, кто подвергся самому тяжелому наказанию, это был человек, которого звали Хаббар Идну Арар. Однажды Омар Идну Хаттаб, будучи халифом, сидел со своими сахабами, и они вспоминали первые дни ислама. И Хаббар Идну Арар сидел рядом с ним, он спросил его, ты каким самым сильным наказанием подвергся? И Хаббар Идну Арар снял свою рубашку и показал ему спину, и у него по всей спине прямо черные ямы были. Не просто царапки, но прямо ямы в спине, в его коже были. Омар, когда увидел, сказал, Субханаллах, это что с тобой делали? И Хаббар Идну Арар рассказывал о том, что курашиты выносили его в пустыню, разжигали огни, сложили камни, на эти камнях разжигали огонь. Когда камни становились сильно-сильно красными, потом они брали Хаббара за ноги и тащили его по этому огню. И то есть вот эти камни как бы сжигали ему спину. И однажды Хаббар Идну Арар, после того, как его так сильно мучили, он пришел к пророку, салу Аллаху, алейхи вассалям, пророк, салу Аллаху, алейхи вассалям, сидел около камни и сказал, О, посланник Аллаха, почему ты не попросишь у Аллаха два, чтобы он нам помог? То есть Хаббар хотел, чтобы быстро пришла победа исламу. Однако пророк, салу Аллаху, алейхи вассалям, ему ответил, Знай, что поистине были до вас люди, когда они принимали религию Аллаха, приходили, ложили их и пилили им на две части тела. То есть начинали с головы и пилой пилили на две части. И не брали их и расчесывали их такой расческой, эта расческа нам предоставала до костей. То есть вот так как втекали и между костями мясо расчесывали. Что поистине это их не вернуло от их религии. То есть они продолжили оставаться на своей религии. И сказал, знай, о Хаббар, поистине Всевышний Аллах даст победу этой религии. И что сказал человек, и Сан'а в Адрамуте будет ехать, и никого не будет бояться, кроме Всевышнего Аллаха. Знай, говорит, поистине Всевышний Аллах даст победу этой религии, однако вы торопитесь. То есть когда мы вернемся домой, или когда делаем далат, не надо отчаиваться, что ты делаешь далат, тебя не слушают. Нет, такая она религия Аллаха, субхану ва таля. Мы видим из истории пророка, для этого мы и учим историю пророка. Что не надо отчаиваться. Даже Всевышний Аллах, субхану ва таля, говорит в Коране, может быть, ты как взгой расстраиваешься из-за того, что они тебе не следуют. Нет, ведет Всевышний Аллах, субхану ва таля, своих рабов. Мы не ведем людей. Наша причина только сказать. Пророкус с вами приказал, говорите про меня хоть один аят, а пойдет по прямому пути человек. Нет, это дело Всевышнего Аллаха, субхану ва таля, и надо делать сабр. И Всевышний Аллах, субхану ва таля, даст победу этой религии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok